Здравствуйте! В эфире программа «Наш день» в студии Никита Потипалов. В начале выпуска коротко о главных его темах. Срок эксплуатации исчерпан, но провод имеет стратегическое значение. Вместо того, чтобы полностью переложить старый силовой кабель, энергетики через суд отбирают частный дом у семьи в Дальнем. Им нужно обеспечить неограниченный доступ к этому кабелю. То есть в любое время, когда им нужно, они нас извещают, приходят и вот здесь, вот здесь, непосредственно раскапывают котлова. Немного о национальных особенностях переселения жителей аварийного дома в Покровке находятся на грани нервного срыва. А в Новоалександровске сироты получили новое жилье. Домам нет и года, а в квартирах уже растут грибы. И это не гадуша, это все по ГОСТу. Выживите главное. Игра нет, два, три, три, ингредиенты. Грибы. Загадка черного ящика раскрыта. В Южно-Сахалинске стартовал юбилейный чемпионат кулинарного искусства и сервиса. Сергей Подолян вернулся в Сахалинское правительство. Он стал заместителем губернатора. На эту должность его пригласил Олег Кожемяка. Связано это с необходимостью защиты интересов нашего региона на федеральном уровне. Я уверен, что ваш опыт, знания здесь, всех министерств, знания здесь обстановки будут полезны, востребованы. Поэтому думаю, что здесь нужно работать и вам, и нам, с правительством, с тем, чтобы вновь вернуться к ставке 25 на 75 в пользу Сахалинской области. В тех полномочиях, которые будут закреплены за мной, приоритетным порядком будут обозначены вопросы развития свободного порта Владивосток. А это значит ровно той программы развития Корсаковского городского округа, которая была создана, собственно говоря, в ходе предвыборной гонки. Напомним, в сентябре этого года Сергей Подолян стал депутатом областной думы по 9 округу. Это Курильский, Южнокурильский и Корсаковский районы. Впоследствии он сложил полномочия, чтобы перейти на работу в органы исполнительной власти. В новой должности Подолян намерен продолжить работу с наказами избирателей. Кроме этого, интересы Корсаковского района в региональном парламенте сейчас представляют еще 4 человека. В сложную ситуацию попали жители Старого Дальнего. У них есть свой дом, вот только половину его хотят отобрать энергетики и даже обратились с этой идеей в суд. Всему виной своеобразная находка. В прошлом году во время прокладки газопровода рабочие наткнулись на потерянный силовой кабель. Порыв линий под напряжением в 10 тысяч вольт чудом не привел к травмам и кибели людей. Вот один из многочисленных примеров, когда на поверку право частной собственности не значит ничего. На территорию этого дома посигнули энергетики. На Садовой 12А внезапно нашелся один из потерянных силовых кабелей Сахалинэнерго. В обстоятельствах, которые едва не унесли жизни монтеров-газовиков. Они, имея все разрешения и одобрения энергетиков, подводили коммуникации к домам. Прям к дому копали. И вот когда вдоль фундамента проход был газовую трубу, это укладывали. Произошел взрыв. Взрыв был очень серьезный. Я думаю, что рабочих спасло только то, что было зимнее время года. Были обмороженные края вот этого вот котлована. Если бы было летом, вода, наверное, была бы серьезной. Если бы рабочий стоял в воде, то удар тока напряжением в 10 тысяч вольт вызвал бы плачевные последствия. Силы хлопка хватило, чтобы выбросить человека из кабины экскаватора. Это происшествие повлекло за собой странные последствия. Сахалин Энерго подало в суд на владельцев участка с требованием обеспечить энергетикам полный доступ к частной собственности. Эфемида оказалась на их стороне. Им нужно обеспечить неограниченный доступ вот к этому кабелю. То есть любое время, когда им нужно, они нас извещают, приходят и вот здесь. Вот здесь непосредственно раскапывают котлован. Мы, честно говоря, не ожидали, что документы о собственности, которые у нас на руках и в которых нет сомнения в достоверности, это просто пустые бумажки. Недоумение вызывает целый ряд фактов. Первое. Поручением президента до 2015 года энергетики должны были провести инвентаризацию своих сетей, обустроить охранные зоны и отразить их в кадастровых документах. Но по факту эта работа обходится гораздо дороже, чем выплата штрафов за ее невыполнение. Второе. Для формирования градостроительного плана энергетики передали в мэрию совсем другую схему пролегания кабеля. По документам провод огибает участок по периметру. Третье. Эта дублирующая линия – очевидный кандидат на полную замену. Ее прокладывали еще в 70-х силами колхоза. По документам срок ее эксплуатации – 300 месяцев, а не истекли к 2010 году. И на сегодня она не отвечает всем современным требованиям безопасности. То есть, если бы они в 2010-м, либо 2011-м произвели ремонтные работы и заменили бы этот кабель, как это от них вообще и требовалось, этой ситуации бы не возникло, потому что мы разрешение на строительство получили в 2012-м. Пока свое решение 11 ноября вынес лишь суд первой инстанции, и семья Ивановых готовит апелляцию, а также обращение в прокуратуру. Энергетики о ситуации сообщают следующее – комментировать вердикт служителей Фемиды не видят смысла и считают, что его нужно исполнять. Правда, непонятно в каком объеме. Кабель проходит под фундаментом дома, как минимум его половина находится под территорией публичного сервитута, то есть рабочие могут хозяйничать в ней, как захотят. Сегодня сразу в двух наших сюжетах мы коснемся национальных особенностей переселения. Сначала побываем в Покровке. Здесь жители аварийной двухэтажки боятся, что она в любую минуту сложится, как карточный домик. Люди находятся на грани нервного срыва. Каждый день им приходится терпеть плесень на стенах и нашествие блох. Впрочем, это не все беды. Подробнее расскажет Нина Шалфей. 220 на 140. Клавдия Захаровна не первый год мучается от высокого давления. Лекарства почти не помогают. Пенсионерка во всем винит эти стены. Женщина признается, она не единственная, кто серьезно болеет в этом доме. Еще у четверых жильцов бронхиальная астма, у двоих туберкулез. Ночью надо спать днем, мороз не мороз, я выхожу, чтобы воздухом свежим дышать, потому что я задыхаюсь тут. По всем стенам плесень, в воздухе сырость. Нередко зимой в квартирах столбик термометра опускается до 12 градусов. Жалуются жильцы дома номер 2А по улице Березовой в селе Покровка. Приходится топить круглосуточно, но люди готовы мириться и с этим. Их главный страх, что дом может в любой момент сложиться, как карточный. Он построен на неудачном месте, на болотине. Вот эти два дома, там были рощи, они стоят выше нашего дома. А наш уходит, у нас фундамент ушел. И он ходит, ты-дун, 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 особенно ночью. А теперь самое время спуститься в подвал и разобраться, что происходит с фундаментом и откуда исходит неприятный запах. Бонь-то какая, господи, туда зайти, там сознание можно потерять. Мы решили пожалеть нервы зрителей и не показывать то, что происходит здесь внутри. Весь подвал заполнен нечистотами, от запаха режет глаза и здесь просто невозможно дышать. Но запах – это не единственное последствие подвального болота, которое раздражает жителей обоих этажей. Нет, у меня сезонное нашествие блох по вентиляции. С подвала в туалет невозможно зайти, ноги все будут сплошь. По словам жителей, их дом дал усадку на 70 сантиметров, все стены в трещинах. Куда люди только не обращались с просьбой расселить их. В ответ получали письма. Где нас обещают расселить в 2014, в 2015, в 2016 и дать ключи от квартиры уже в 2017. На данный момент нам уже обещают в 2018. В администрации Долинского района прокомментировали, что скорее всего в 2018 переселить людей все-таки не получится. В следующем году только планируют начать строительство нового 18-квартирного дома для жителей этой двухэтажки. Очевидно, это не последняя тяжелая зима для будущих переселенцев. А сейчас отправимся в Новоалександровск. Здесь не так давно выпускники детских домов отпраздновали новоселье. Подарок от государства обернулся большой бедой. Строением нет и года, а в квартирах уже растут грибы. Этим четырем домам по улице Третьей Институтской не больше года. Если снаружи они еще выглядят как новые, то внутри можно потеряться от переизбытка эмоций. Чисто по конструкции у всех, то, что шумоизоляции нет, утепления нет. Только то, что у грибов ни у кого нет, наверное. У меня только грибы. Пойдем грибы смотреть. Обычная однушка с санузлом и кухней. А вот то, что у Владислава здесь растет. Грибы. Урожай поспел за тумбой. И щелей между стеной и полом. Подобное происходит еще в нескольких квартирах. Все в плесени. И это, по мнению новоселов, не единственная проблема. Надежностью не пахнут и межкомнатные стены. У меня конфликт был с этим Пинольевичем. Я говорю, вы тут кто? Я там туда-сюда, там начальник. Я говорю, а с высшим образованием? Я говорю, какой человек с высшим образованием, ну, зная проект, будет мне сверлить дырки вот на такую стенку. Вам все перевешили. Перевешили его сюда. Вон даже видно крючки. Пока я там бегал-бегал, его уже сюда перевешили. Они целый день сверлили, пилили, не знаю, какую стенку повешать. Представляете? Как строились дома, вопрос остается открытым. Мы приходили и полностью все устранили, все убрали, обработали специальными составами. Выполнили там отделочные работы, подписали с ним акт об устранении этих замечаний. Поэтому пока новых актов, повторюсь, не было еще. Трещины на стенах, конденсат и отсутствие вентиляции. Это картина нескольких подъездов. Сюда же плюсуем осадки в квартирах во время дождя. Получается, что-то вы еще делали после того, как въехали? Вот мы делали ванны, мы полностью. Мы зачесали, ну, у нас гнило ванна. Дети гляньте, мы там все заклеивали сами. То есть вы переделали все по-новому? Сделку делали? Да, вот на кухне у нас и там. А сгнило все, потому что все мокрое было или как? Да, сырость. В четверг на место выехали представители городской администрации, органов опеки и управляющей компании. То есть уже что-то неправильно? Ну, мы застройщику писали, что нужно доказать, что по проекту соответственно устроена вентиляция. И что вот такой, такая схема именно обеспечивает воздухообмен. Пока нам ничего никто не дал. Вот Сахалин и Женилинга. А дадут ли? Не уверена. Нет? Не уверена. Не уверенность, но уже по отношению к себе испытывают и новоселы. Сене – выпускники детских домов. Новое жилье стало подарком от государства. Был составлен акт о наличии дефектов. И акт был направлен в Сахалин инженеринг для устранения выявленных дефектов на данном объекте. По закону, пять лет после строительства подрядчик несет ответственность. Это называется гарантийное обязательство. За устранение дефектов строители возьмутся только тогда, когда увидят от администрации официальные бумаги. Владислав уверен, что к тому моменту плантация грибов на его кухне увеличится не иначе, как в несколько раз. И как стало известно вечером, когда сюжет был готов к эфиру, акты обследования домов в адрес застройщика администрация отправляла. Сейчас они будут предоставлены Сахалин инженерингу повторно. Кроме того, мэрия решила обратиться в независимую лабораторию, чтобы подтвердить строительные дефекты в зданиях. Семинар для участников закупок прошел в Южно-Сахалинске. Он собрал предпринимателей и тех, кто заказывает их товары. Говорили о 223-м федеральном законе. Теперь заказчики с выручкой более 2 миллиардов рублей обязаны тратить не менее 18% от годового дохода на малый и средний бизнес. Еще утверждать программы партнерства и преференции для небольших компаний. Хочу обратиться к представителям крупных заказчиков в Сахалинской области, чтобы ваши организации в короткие сроки рассмотрели вопрос об утверждении данной программы партнерства и тем более необходимый материал Минэкономразвития Сахалинской области, которые были направлены в ваш адрес. Также на семинаре были озвучены инструменты финансовой поддержки малого и среднего бизнеса. У нас есть по замещению по кредитам, по замещению по закупкам оборудования, по сырью, по топливу. То есть это есть, мы участвуем. И это, конечно, очень большая помощь для нашего предприятия. Площадка, конечно, удобна в том плане, что как мы поставщики, мы видим всех заказчиков и их нетребования по поставке продукта, то ли иное, который мы изготавливаем. Для нас, для поставщиков, в общем-то, конечно, это интересно. Наш эфир продолжает рубрика «Точка отсчета». В детской областной больнице скончалась трёхмесячная девочка. Как позже напишет на одном из сахалинских форумов «Мама-ребёнка», они легли в первое педиатрическое отделение с высокой температурой. Вечером малышке стало хуже, но врачи не приходили. Она стала задыхаться, а ещё через пару минут потеряла сознание. Только тогда девочку доставили в реанимацию. Там она впала в кому и умерла. Мама обратилась в прокуратуру. Проверку организовали исследователи. Назначено проведение комиссионной судебно-медицинской экспертизы. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. За неуплату налогов в особо крупном размере возбуждено уголовное дело против директора компании «Армсахстрой». По версии следствия, Саркиса Копян с января 2012 года по декабрь 2014 вносил заведомо ложные сведения в декларации. Сумма махинации – более 179 миллионов рублей. В строительной компании изъяты документы. Напомню, с 1 ноября этого года Копян числится ещё и депутатом областной думы вместо врача из Углегорска Юрия Архарова, который подался в сенаторы. Внимание на пешеходов. В областном центре инспекторы ГИБДД проводят рейды. С начала недели выявили более 70 нарушений. За 10 месяцев этого года в городе Южно-Сахалинске дорожно-транспортных происшествий, которые непосредственно произошли на пешеходных переходах, было зарегистрировано 42, в которых 46 пешеходов получили травмы различной степени тяжести. Причём 30 наездов было совершено на нерегулируемых пешеходных переходах. А к этому заданию автоинспекторы отнеслись уже с улыбкой. Накануне Дня матери дарили дамам цветы и напомнили о правилах перевозки детей в машине. Ребёнка перевожу в кресле, получается. Всегда пристёгиваю, пристёгиваю всегда сама и очень осторожно веду себя на дороге. Наша жизнь, она очень дорога каждому. Есть дети, которых нам ещё растить. Есть люди, которые нас ждут дома и которые нас любят. Иногда минута, которую мы уделяем на скорость, может стоить нам жизни. Чёрный ящик заставил трепетать сердца участников вкусного поединка в Южно-Сахалинске. В городе стартовал юбилейный чемпионат кулинарного искусства и сервиса. Его гостей ждут удивительные рецепты и мастер-классы. Рассказать о последних тенденциях на остров приехали шефы из Москвы. В зале царит волнение. Участников много, а победитель будет один. Второй момент. Чёрный ящик. Набор ингредиентов неизвестен, но из них предстоит создать кулинарный шедевр. Хорошо приготовленное мясо и с дополнением, допустим, хорошему соусу. Ну, это вот моё любимое блюдо такое. Без лишних специй, чтобы не перебивал вкус мяса и свежий продукт. Ну, как бы, вот так. Хорошие овощи с грядки. Всё экологически чистое, наше сахалинское. На сцене один за другим появляются участники, повара, кондитеры, бармены и официанты. Более 70 человек со всей области. Среди судей – специалисты высокого класса. Чемпионат – это возможность повышения своей квалификации, своего профессионализма. Те мастер-уроки, которые будут давать именитые повара и кондитера, бездомно лягут в основу ваших новых разработок. Вы здесь видите новые технологии, какие-то новые приёмы в сервисном обслуживании. Это очень важно и нужно с тем, чтобы становиться комфортнее и привлекательнее, чтобы ваши точки общественного питания действительно радовали гостей, радовали жителей Сахалина и Курин. Судьи занимают свои места, а конкурсанты принимаются за дело, готовят по технологии и не забывают о фантазии. Критериев очень много. Существует так называемый чек-лист, по которому чётко оценивается цвет, сочетание продуктов, соль и специи, температура подачи и ещё куча-куча больших различных требований к тому, чтобы блюдо вышло на первое, второе, третье место или проиграло. Одновременно начались мастер-классы, рассказывает и готовит бренд-шеф из Москвы Павел Голковский. Его блюда – салат с крабом и красной икрой. Во второй день чемпионата японцы возьмутся за рыбу, а кондитеры удивят зефиром и штруделем. Сравниваясь с большими городами, мы недалеко ушли. Действительно у нас профессиональные и на хорошем уровне чемпионаты именно благодаря вот этому мероприятию. Потому что приезжие гости задают тон, задают планку и уровень нашего города весьма-весьма на хорошем уровне. Ещё в субботу будут конкурсы среди мастеров суши – варменов. Найдётся занятие и для детей юные повара будут готовить бутерброды. Ближе к вечеру станут известны имена победителей чемпионата. Талантам нужно помогать. Премии и стипендии вручили юным сахалинцам. Торжественная церемония прошла в областной столице. Героями праздника стали почти 200 ребят. За творческий подход к учёбе, победы на региональных и всероссийских конкурсах, активное участие в концертах и выставках. Я уверен, что вы сможете своей будущей жизнью, своим трудом, своим творчеством прославлять наш город и, безусловно, себя. Правда, не ожидала. Думаю, что есть ребята и поактивнее меня, получше, по победам, заслугам. Но, конечно, ощущения непредаваемые. На этом у меня всё. Эти и другие новости найдёте на сайте stv.ru. А я с вами прощаюсь. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok